Добрый день, дорогие друзья, мои дорогие цветочники, потому что сегодня этот эфир для вас. Мы проводим его в воскресенье для того, чтобы вы, скажем так, могли обдумать и продумать момент, а нужно ли вам в наш цветочный клуб Silk Flora, потому что нас ждет безумно интересная тема. И этому сегодня посвящен эфир. Миниатюрные цветы из шелка. Реалистичные букетики. Так вот, эта тема уникальная, эта тема очень интересная, потому что в общем и целом мы в большинстве своем всегда обращаем внимание на маленькие цветы. В первом случае, для тех, кто это любит, как альтернатива крупным вариантам брошей, всевозможных венков и веточек. И, соответственно, наши маленькие цветочки, мы на них делаем упор в своем творчестве, а веточке. Таким образом поступают, кстати, японцы. Они безумно любят очень маленькие цветы. И вы тянетесь в ту сторону и идете в момент воплощения вот таких вот естественных ботанических форм. Их огромное множество. Сегодня мы на них посмотрим. Мы, помимо всего прочего, используем маленькие цветы как дополнительный декор к более крупным формам. И это тоже очень многое значит. И это тоже помогает нам заполнить пустые пространства и придать объем дополнительный вашему изделию, что тоже характеризует маленькие цветы как некое универсальное средство. И здесь мы с вами можем переводить наши малыши. Как я уже сказала, сегодня их будет много. Вы увидите, какие они разные, что в миниатюрных цветах точно так же, как и в крупных, есть и объемы, есть и более плоские формы. Собираются они, естественно, по-разному, акцентными моментами, да, как бы как акцентные моменты используются тоже в разных форматах. Есть такие цветы с простыми формами, которые считаются универсальными, а есть цветы, которые, в общем, не везде можно использовать, а они могут сами по себе исключительно работать в миниатюрных букетах. Поэтому нам следует с вами в этом научиться разбираться. Мне хочется, чтобы сегодня за эти полчаса, которые мы будем с вами смотреть презентацию, и где я вам буду рассказывать о том, как формируются маленькие букетики, вы в них буквально влюбились. Потому что, если честно, я сама 20 лет назад начинала именно с маленьких цветов. Моя любовь к незабудкам не знала границ. Я обожала анютины глазки и невероятно любила и люблю фиалки. Особенно бархатные фиалки, потому что эти цветы являются классикой жанра. Бархатные анютины глазки и бархатные фиалки использовались еще на головных уборах середины, начало середины 18-19 века и в 20-е благополучно перешли, потому что это, скажем так, форма и материя, из которой изготовлены такие пикантные маленькие цветы, считается буквально универсальной, считается классической. Через блестящий такой красивый бархат передается объем и наполненность простых цветов. И поэтому бархат тоже, в том числе и велюр, и хлопковый бархат, и шелковый бархат, они считаются такими классическими тканями, из которых маленькие цветы можно изготавливать. И здесь прямо вот буквально в малых формах и в простых формах можно использовать эти материалы. Они очень актуальны и поныне. Бархатные цветы во время, скажем так, на протяжении 19 века, они были очень редкими. Этот материал считался безумно дорогим, был недоступен для такого простого люда, скажем так. И вообще как бы бархатные цветы считались и оценивались наравне с ювелирными украшениями. И я уже, наверное, рассказывала, может быть и нет, то моя бабушка, для нее ее бабушка в свое время шила. Это было в начале буквально 20 века, где-то в 20-30 годах. То есть она у меня родилась в 1928 году. Вот это было так принято. Шили красивое платье у портних. Зачастую люди много себе не позволили, но в то же время на какие-то праздники, на какие-то торжества, в особенные случаи шили платье. И вот моей бабушке, она была маленькой, ей было там 6-8 лет, ей шили платьица. И бабушка решила декорировать его, хотя сама была цветочницей, но таких цветов не делала, маленьких. То есть она делала интерьерные, но не делала декоративно-отделочные. И моя бабушка пошла со своей бабушкой в Тарксин, это такие магазины специализированные, в которых все продавалось на золото. И ей за золотую слюду продали для ее внучки маленький букетик бархатных фиалок. Вот можете себе представить, какую еще ценность в начале 20 века, а нам уже этот век знаком, то есть мы много о нем знаем. Как раз-таки в этот момент возникли в Европе огромное количество известнейших кутюрьей, домов моды и вообще, собственно говоря, начали говорить о том, что мода захватывает мир глобально. Так вот, представляете, насколько имели цветы ценность? И насколько именно маленькие цветочки поражали людей, их вдохновение, что они с огромным удовольствием каким-то образом декорировали даже в том числе женщины свою одежду. И вот бабушка купила моей бабушке такой вот прекрасный маленький букетик, который с ней потом взрослел, много переезжал, но где-то затерялся, потому что она была женой военного, и, к сожалению, до моего рождения он уже не дожил. Хотя у меня есть, как я уже вам говорила, покажу вам как-нибудь, когда доберусь до Москвы, несколько антикварных цветов, тоже миниатюр. Одна из этих брошей – это клеверные листья, а вторая – маленькие такие бубонные шариками бархатные розочки. Но, кстати, клевер был сделан из кожи, и поэтому, представляете, до начала Второй мировой войны эти цветы датируются, в принципе, как бы так, 30-ми, 40-ми годами у меня. Вот как бы тоже было цветоделие, и использовали разнообразные материалы для того, чтобы изготавливать и, в том числе, небольшие броши. Видите, бархат тоже как бы был в части, как я вам уже сказала, и мы можем доверять моим словам. И, соответственно, даже кожные цветы тоже были в ходу. Очень милые совершенно изделия, чудесные, которые претерпели огромных, несколько десятилетий, как бы их где-то хранили. Но прочитать их, как бы визуализировать, а что это было, когда они были новыми, можно. Но я их специально не реставрирую для того, чтобы они находились в таком аутентичном состоянии, для того, чтобы просто иметь вот такие вот такие-то милые напоминания о том, что наше искусство, а это искусство, цветоделие, цветы из ткани, живут много-много-много, даже не десятков, а сотен лет женщины, любящими руками, создавали такую невероятную красоту. Ну и сегодня мы с вами тоже, так как мы уже кто-то делает, кто-то собирается только делать, мы с вами притягиваем, да, как бы к себе необыкновенные, вдохновенные моменты, которые должны нас настроить на работу, на что-то невероятно красивое, влюбить нас в себя и показать перспективы. А какие же они у нас есть вот в этом маленьком сегменте миниатюрных букетов, потому что он и кажется маленьким, и кажется, что это прямо миниатюрные какие-то вот такие вот малюсенькие, там какие-то, да, цветочки. Но на самом деле он один из самых обаятельных, наверное, как бы вот таких вот направлений, которые есть именно в шелковой флористике. Итак, хочу показать вам маленькую презентацию. Сегодня мы с вами смотрим на японцев и на одного из наших мастеров. Очень люблю я этого замечательного художника, дизайнера, мастера цветоделия Аню Юминову, потому что она является моей ученицей. Много лет назад я обучала ее цветам, и сейчас очень многие наши цветочники ее знают и восхищаются ее работами. И хочу вам сегодня на примере ее работ отметить некоторые моменты и лайфхаки, которые вы сможете использовать и в своем творчестве в том числе. Итак, начнем. Итак, что же такое миниатюрные маленькие букеты? Что же такое маленькие цветочки? Каких видов они бывают? И каким образом правильно подходить к изготовлению подобных брошей? Потому что это не только броши, поэтому я сделала маленькую заминку. Здесь этими невероятно красивыми нежными цветочками мы можем с вами декорировать в прическе. Это могут быть венки, полувенки, веточки. Это могут быть украшения на ободок. Очень много японские мастера используют маленьких цветов для декорирования воротничков. Манжеты делают специально на шелковых лентах, прямо на блузку дополнительно одеваются они. Очень делают красивые колье под воротничок мужской рубашки. То есть невероятные совершенно моменты можно творить именно с маленькими цветами. Почему? Потому что в отличие от крупных форм они не создают, скажем так, некой помпезности. Вы, когда смотрите на маленькие цветы, первое, что вы думаете, они милые, они романтичные, они вдохновенные, они нежные. Но у вас никогда, если мы увидим с вами вот такие вот прокрашенные цветы, не возникнет такого момента, что я смущаюсь носить это днем. А куда я буду это носить? Да везде вы сможете это одеть абсолютно. Приколоть на маленький клатчик, на сумочку, на шляпку, на панамку. Куда угодно можно одеть такую брошь. И вот она считается действительно универсальной. Потому что она может украсить вас, естественно, и на вечеринке. Если вы захотите декорировать, например, какой-то офисный пиджак и выглядеть немножко более свежо. Либо днем. Вы можете выйти в этом куда угодно. Такую брошь, скажем так, не просто не стыдно. Ну, а просто вы обязаны одеть и вывести ее в свет. Потому что такие мелкие цветы, они как бы ничего не значат. Они не утяжеляют ваш образ. Они ни в коем случае не переводят вас в разряд какой-то женщины вам или фан-фаталь. Они просто очень нежные. Они дадут вам некую легкость. Укажут на то, что вы человек романтичный, человек интересный, что-то созидающее, чем-то увлекающееся. То в то же время они как флер, как дымок, окутывают вашу одежду, дополняют ваш образ. Но ни в коем случае никогда не переключают его ни на что другое. Одели вы в повседневной жизни такой букетик. Вот, собственно говоря, как бы он мешать вам не будет. Исключительно подходит к casual стилю. Конечно, могут быть исполнены в более дорогом формате и стать вечерними. Но сегодня мы с вами говорим именно о таком направлении, как маленькие ботанические букеты. Тогда, когда цветы натуралистичные. Что же мы с вами видим? Японцы вообще доки. Исключительно как бы именно в изготовлении таких цветов. И здесь мы можем отследить с вами три направления. Которых двигаются, вообще как бы вот именно, к которым двигаются вот эти цветы. Первое – это одиночные цветы броши. Посмотрите на них. Что мы здесь с вами видим? Достаточно простые цвета. Можете, пожалуйста, в таком ботаническом формате прорисовывать. И здесь, в общем и целом, мы с вами видим много такого натуралистичного на картинке. Но в то же время можете использовать какие-то цвета более залитые, грубые, готовые. Даже какие-то формации тканей можно использовать. Здесь мы с вами видим форму. И яблоневый цвет, и маленький мак, и ландыш. То есть один цветок на ножке. Фактически здесь ландыши уже, они такие просто... Ну, не бывает один ландыш, да, как бы на проволочке, указывающий нам на то, что это именно он. Да, как бы тут россыпь маленьких цветов на веточке. Но в то же время здесь остальное все, да, как бы вот представители цветов, они у нас единые. Да, как бы один цветок, один стебелек, одна брошечная булавка. И там может быть листочек, а может быть и листочка и нет. Да, то есть как бы как вот вы сами выберете. И видите, мы с вами видим формы и лилейные, и некие такие ромашечно-хризантемные, и яблочную форму, и маковую форму. Да, как бы, то есть простые формы, простенькие такие, бархатцы тоже здесь у нас представлены с вами. То есть вот такое вот все лаконичное, неброское, очень милое, универсальное. Абсолютно везде вы можете это применить. Чем хороши такие броши? Тем, что их можно одевать несколько штук рядом, например, да. Либо просто деликатно что-то декорировать. Например, манжет у рубашки, да, даже один мочок можно к одному манжету выкрепить. Это будет очень пикантно смотреться. Кармашек на булзке, подцепить поле, если вам необходимо на какой-то маленькой миниатюрной шляпке, или летней, или зимней, неважно, да, потому что здесь мы с вами видим, что из достаточно таких плотных материалов сделаны цветы, поэтому, в принципе, они не то, что всесезонные, но в то же время мы можем как бы их вот в таком формате, аскетичном, да, как бы использовать. И вот прям, ну, фактически всесезонно, да, вот. Даже с более какими-то такими плотными тканями все именно зависит от материи, из которой сделан цветок, да, как бы, то есть должна фактура дополнять фактуру. И здесь мы видим вот таких аскетов. И здесь мы видим тоже с вами, да, как бы, вот прям тоже аскетичные цветочки. Одна веточка, один-два цветочка, да, как бы, и, соответственно, несколько листочков. И ветки оливковых деревьев, и всевозможная, может быть, травка. Это тоже очень-очень, прям вот, скажем так, приветствуются, да, как бы в изготовлении у японцев всевозможных таких брошечек. Они не только делают цветы, создают там миниатюру, но они еще и очень часто всевозможные веточки без цветочков делают, добавляют туда какие-то тычинки, просто какие-то вот делают такие зародыши, как бы, каких-то цветов, маленькие бутончики миниатюрные. Но очень часто, обратите на это внимание, да, как бы именно пользуют такую листву деликатную, небольшую, миниатюрную, которая смотрится действительно чудесно. Вот, пожалуйста, да, опять же, один цветок, веточка, листочек и брошь готова. Либо два цветочка, маленькая веточка миниатюрная мимоза, мы здесь с вами видим, что-то похожее на шиповничек, например, да, как бы и миниатюрная оливковая такая стилизованная веточка. Обратите внимание, что ягодки, да, как бы у нас сделаны из жемчужинок, что тоже, да, как бы дает нам возможность вот такую поразглядывать красивые какие-то моменты. А как же художники выходят из положения, каким образом они используют материалы, которыми работают для того, чтобы сделать что-то очень оригинальное, нежное и трогательное. Да, мы смотрим, из чего собрано все, да, наши, в принципе, знакомые нам ткани. Использовано для ягодок, да, каких-то вы можете использовать, опять же, жемчужинки. Они бывают разных цветов, можно делать и голубику, и рябину, рябину из коралла, например, делают. Вот, мимоза, да, как бы это флок, такой бархатный материал, который выклеивается на пенопластовые миниатюрные шарики. Вот, и у вас получится мимоза. Я такую делала, она действительно чудесная, очень красиво смотрится. Вот, здесь мы с вами видим, да, как бы разнообразные центральные части у цветов, для которых использованы натуралистичные тычинки. И, обратите внимание, да, на ландыши тоже, тоже белые перламутровые тычинки по серединке каждого цветочка стоят. Это тоже очень интересно. И хочу обратить ваше внимание, помимо всего прочего, на фиалку. Посмотрите, да, как бы фиалки, анютины глазки, в принципе, это близкие цветы друг к другу. И чаще всего в фиалке одна тычинка желтого цвета, а в анютины глазки иногда ставят три, да, как бы, то есть, вот, посмотрите, чем отличаются, да, как бы, какие формы здесь, да, у наших цветов. Есть и плоские, и объемные. В нашем клубе я буду прям сразу вам рассказывать, там, три воркшопа нас ждут в следующем месяце. Буду вам рассказывать, из чего же состоят цветы, каким образом японцы вообще, как бы, упрощают для себя жизнь, каким образом они изготавливают, в том числе и клевер, потому что клевер считается очень мелким, миниатюрным цветком, за который берутся не все абсолютно. Вот, и поэтому здесь, как бы, очень много пересечений по формам. Есть плоскостные цветы, есть, да, как бы, вот, выпадающий в некий объем, такой набирающий, как бы, моменты. Очень много параллелей в такой мелочи, хотя иногда нам кажется, что она такая разнообразная, столько вот разных форм, цветочков. На самом деле, очень много перекликается, и крой японский, он зачастую универсальный. И, как мы очень часто говорим, что все розы состоят из капель и сердец, но важно, как вы будете это обрабатывать, да, и какого размера будет та или иная выкройка и деталь. И отсюда и вырастает роза. Здесь, в маленьких цветах, абсолютно то же самое. То есть, очень важно просчитывать объемы, и, соответственно, легкими путями ни в коем случае это не будет занимать у вас огромного количества времени, потому что это не вышивка. Мы только что закончили месяц в стиле Диор мелких цветов с вышивальщиками и вышивали люнивирским крючком нашу миниатюру. Она была очень кропотливая, но безумно красивая. Здесь немножко проще вопрос. И вышивальщикам, в принципе, которые хотят, допустим, да, как бы тоже заниматься шелковой флористикой, вот отталкиваться от маленьких цветочков будет удобно. И самое главное – полезно, потому что маленькие цветы могут перемежаться с вышитыми цветами. То есть тканевая с вышивкой очень хорошо коррелируется, точно так же, как ткань и кожа. Тоненькая тоже очень здорово взаимодействует с друг с другом. Поэтому здесь, конечно, такими цветами стоит увлечься, стоит научиться их делать, потому что уж какая-то форма непременно вас вот прям буквально обаяет и зацепит. Вот вам, пожалуйста, маленький мак. Это тоже маленькие цветы. Здесь у нас он в такой формате немножко декоративно-отделочного получился у мастера. Но в то же время мы видим, что он тоже может быть небольшим, немножко более распластанным, плоским. И, соответственно, тут мак, не мак, даже на анимон похоже, в принципе, цветок. Но такой спорный вопрос, потому что серединная часть, она отвечает и за тот, и за другой. И по форме похожи на маковые лепестки. Но видите, какие интересные цветы, как они представлены, интересно. Посмотрите, какие у них потрясающие совершенно стебли. Потому что это просто тоже еще одно направление, в котором здесь художнику есть куда подумать, куда развиваться. Потому что есть стебли обманки, есть полноценные стебли, которые вырастают из наших цветов. А в работе с маленькими букетиками это тоже все просчитывается. И это буквально заранее мастером проецируется на работу. И должно быть учтено для того, чтобы у него все получилось. Потому что бывают стебельки вот такие моно, как бы один стебелек, а бывают вот такие вот игривые дополнительно, когда там хвостики свисают несколько сразу. Вот видите, как бы здесь вот два цветочка, два хвоста. Да, как бы от листиков спрятаны. Спрятаны стебелечки под брошечную булавку. Вот вам, пожалуйста, да, как бы смотрите, какая дивная миниатюра. А вот работа Ани Юминовой. Да, как бы, то есть она тоже идет в любви, скажем так, к маленьким цветочкам, проявляется и, соответственно, расцветают и в ее саду вот такие великолепные анютины глазки японские. Посмотрите, какой чудесный вообще подход к заготовлению этих изделий. Они потрясающие. Здесь мы видим с вами вот на этой картинке японскую шелковую анютину глазку, а здесь мы видим уже такую вот, больше похожую на бархат, бархатную анютину глазку. Посмотрите, какие они разные, но в то же время и тот, и другой цветок очень чувственный и очень эффектный. И вот на Анины цветы я хочу, чтобы вы обратили внимание, потому что они, как вы видите, да, как бы очень структурированы. Сейчас я еще покажу несколько ее работ и обращу на это внимание. Мне хочется, чтобы вы это увидели, потому что она руководит процессом и абсолютно руководит движением каждого своего лепестка, что всем безумно нравится, и в этом есть маленький секрет. Самые простые цветочки – это, конечно же, незабудки, да, и как раз-таки мы с вами будем вообще как бы говорить именно как бы в нашем клубе о том, откуда берутся пятилистники, каким образом они вырезаются, использовать ли рубку. Есть масса, например, каких-то готовых цветов, да. Вот я начинала с незабудок. Алгоритм вырезания я знаю прекрасно. Я не пользуюсь вырубкой исключительно. Я сама вырезаю подобные цветы. И, конечно, если бы мне нужно было, наверное, сделать какое-то большое количество незабудок для каких-то букетов, возможно, интерьерных, наверное, да, как бы или бы сирень, я бы для себя рассматривала в изготовлении какой-то ветки красивой. Конечно же, я бы воспользовалась либо вырубкой, либо заказала для себя готовую форму цветов. Но когда вам нужно это для миниатюрного букета, и когда вам нужно этого немного, вы должны тоже научиться вместе со мной вырезать подобные цветы для того, чтобы у вас никогда не останавливалась работа, для того, чтобы вы понимали алгоритмы. Как бы таким образом мы готовим в том числе наши элементы и для крашения, и для работы. Что вперед, покрасить кусочек ткани или вырезать потом, или наоборот вырезать и покрасить. Каждый раз своя технология, потому что каждый раз мы с вами натыкаемся на определенные условия, из которых мы исходим. И поэтому логика процессов есть абсолютно везде. В цветоделе ее масса. И незабудки тоже, надеюсь, будут одними из ваших самых любимых цветов. Потому что они бесконечно нежные, являются очень красивым дополнением к более крупным, как бы соседствующим с ними цветам. И, конечно же, очень нежно, трогательно смотрятся, особенно в стилистике Боха. Лаванда прекрасная, да, еще один из миниатюрных цветов, который невозможно не делать. Работа Ани Юминовой, посмотрите на работу японского мастера. Здесь тоже, да, какие они невероятно красивые. Спорный вопрос, что это лаванда или это какой-то маленький, маленький, даже не помню, как они, мускарики называются, по-моему, да, эти цветы. Но вот здесь вот как бы мне кажется, что все-таки больше похоже на лаванду, потому что все цветочки смотрят вверх, а у мускариков нижняя часть активно у цветов смотрит вниз. Но смотрим на форму, да, как бы и тут, и тут такие небольшие рожочки у наших цветов, и помимо всего прочего, еще и такие незабудочные, как бы видите, да, такие элементы, пятилистнички. Просто у незабудки они круглые, а здесь более чуть-чуть вытянутые цветы. Изучать цветы непременно надо. Когда вы занимаетесь миниатюрой, конечно же, очень здорово, если вы будете просматривать какие-то картинки для того, чтобы для себя определять, от какое строение у нашего цветка, и, соответственно, двигаться в этом направлении. Бояться грубой работы в мелкой форме не стоит. Обратите внимание на работу Ани Юминовой. Посмотрите, каким образом у нее перетянуты стебли. То есть достаточно плотная ткань, как бы взята для обработки и объединения все в единое целое. Ветка получается достаточно плотной, и в этом тоже есть некий изыск. Но для того, чтобы все в унисон работало и вот такой потенциал чувствовался в этом букетике в маленьком, и смотрелось все очень красиво, очень важно правильно подбирать фактуру. И здесь Аня, вообще как бы она замирает в своих цветах очень часто. То есть как бы вот эта форма в статике, посмотрите, здесь еще вот маленькие фиалки, букетик совершенно чудесный есть. Вот это вот статичные формы, да, как бы откуда они берутся? Ну, во-первых, как бы используются достаточно плотные материалы для того, чтобы, да, как бы вот такие носы у листьев получались эффектные, да, как бы, то есть и сами по себе цветы, даже маленькие, миниатюрные, как бы красиво поворачивались, и сам мастер мог диктовать форму. Это, конечно же, использование нескольких инструментов к ряду, да, как бы это ощущение цветов, движение их, прям вот скажем так, да, как бы некое такое слежение и деликатное, ну, как бы внедрение внутрь этой формы по желанию мастера. То есть здесь очень важно, как бы, услышать, как ваш цветок поет, да, как бы, как он с вами разговаривает, какой он, да, как бы, вот прям буквально увидеть его характерность, но в то же время управлять этими моментами можно с помощью одного маленького секретика. Все маленькие цветочки в японской технологии есть два подхода, когда мы используем просто ткань без дублера и, соответственно, укладываем, да, как бы вот незабудки, например, те же самые фиалки, возможно, они утины глазки, да, вот, когда мы просто не переклеиваем наши элементы на ткань дублер. Тоненькие, плотная ткань, неважно, просто как бы ткань у нас одна с вами, да, как в розовом лепестке, просто вот тоненькая ткань, да, потому что японцы делают свои маленькие цветы из разнообразных тканей, из плотных, таких как бархат, серулонг, тот же самый, да, сатен, и из тоненьких тканей, таких как органза, например, да, там мусудиновые цветочки есть, поплиновые, дышиновые есть цветочки, то есть более тоненькие ткани. И японцы очень часто используют их, скажем так, в таком легком формате, то есть как бы один, вот один венчик, это один цветок, да, там как бы венчик у незабудки, вот как бы вот, вот это вот там какая-то там атласный шелк, например, или бархатная ткань. Аня в своих работах здесь использует именно как бы метод переклеивания на более тонкую ткань, плотный, для того, чтобы клей, наш ПВА, давал возможность замирать в обработке инструментом лепестку. И как раз таки в таком случае мастер имеет возможность надиктовывать форму, да, и вот отсюда получаются такие просто потрясающие, совершенно невероятные красоты вещи. И незабудки, посмотрите, да, как бы структура лепленных цветов, да, как бы по форме, то есть руководить процессом, руководить работой. И, конечно же, вот такие необыкновенные фиалки, если мы присмотримся к каждому цветочку, не влюбиться в них невозможно, потому что они все как бы красиво перетекают из лепестка в лепесток, то есть как бы даже форма внутри одного венчика, и то уникально. Я очень часто использую тоже такую технологию, потому что мне она безумно нравится. Мне очень нравится в маленьких формах использовать именно такие переклеенные венчики. И одна из таких работ представлена как раз таки с Дольчевита. У нас на Гиткурсе, в клубе Силкфлора, в проекте, там, где я делала маленькие цветы в дополнение к очень крупным таким, именно как бы в колье к цветам большим. Я делала форму, ой, гортензии, да, гортензии, вот как раз таки гортензия была бархатная, и переклеивала я ее на золотую ткань, и это тоже все очень красиво смотрелось, потому что именно в этот момент, когда две ткани соединяются вместе, обрабатывая мелкими формами инструментов такие цветы, вы даете возможность им, вот буквально в смысле слова, да, как бы вот танцевать, занимать такие смешные, какие-то красивые, очень такие эффектные позы, и, соответственно, это все играет дальше на ваши уже, как бы на ваши букетики, и как бы если вы используете как дополнение, да, как бы на другие цветы, потому что вот это изысканные моменты, да, как бы они очень здорово работают внутри композиции и одиночных, вот таких вот маленьких миниатюрных букетов, монобукетов, когда вы используете один цветок. Ландыши, конечно, тоже являются такими букетиками, они совершенно прелестны, и вот здесь вот, видите, как бы мы сейчас с вами продвигаемся от одного цветка уже к использованию одних и тех же цветов, но как бы по количеству, да, как бы, то есть уже не одиночки, да, как бы, а мелкие букетики, да, как бы монобукеты из одного и того же цветка. Ландыши, пожалуйста, да, как бы гортензии, тоже, посмотрите, как интересно, выложены не в шапку, да, как бы, а вот в такую вот длинную линейку с красивыми кружевными листиками, отметьте для себя, да, как бы японцы очень любят декорировать маленькие букеты всевозможными ленточками и кисточками, обратите тоже на это внимание, посмотрите на вот и форму, да, необычную немножечко и именно как бы дополнительный декор, очень милый для ваших букетиков. Вот вам, пожалуйста, да, как бы тоже такие маргариточки какие-то, такие бархатцы, очень тоже милые, интересные, со серединными тычиночными моментами, закрученные, да, как бы вместе тоже интересные. Ромашки, да, плоскостные формы, видите, очень часто используются. Вот вам прямо букет из разноплановых ромашек, да, и более крупные, и маленькие аптечные, мелкие тоже, и вот так вот пикантно все это может быть декорировано. Букет для невесты даже из необыкновенно красивых тоже ромашек. Японцы любят делать дутые трубчатые стебли для таких цветов, им безумно это нравится. Такая трубочка продается уже в готовом формате, в готовом виде, не используются фильерные, то есть там уже прям вот буквально продается именно такая мягкая трубочка, поэтому здесь для себя, скажем так, ну, то есть либо покупать вот такую заготовки, либо использовать что-то иное для этих букетиков, для себя вот так вот пометить, что это довольно сложно именно в фильере вытянуть вот такие вот 40-сантиметровые трубочки, 20 сантиметров, 15 сантиметров, это вполне возможно, но такие длинные сложновато, как бы из тканей, которые вы сами обрабатываете. Такие трубочки, если кто-то не знает, изготовлены из тонких тканей, сюда подходит и шифон, сюда подходит и крепдышин, и атласный шелк, ну, такие средней плотности ткани используются. Вот посмотрите, первоцветы, да, совершенно чудесные, необыкновенные тоже, которые мы можем использовать в качестве таких, да, как бы складывать из них миниатюрные букеты. Кстати, наша Ирина Ивановна, моя любимая ученица, она как раз-таки очень часто делает первоцветы, потому что они совершенно дивные, невероятно нежные, и хватает иногда трех-пяти цветочков для того, чтобы сформировать очень-очень изящный, нежный букетик. И, конечно же, третий подход в изготовлении миниатюрных брошей, это, да, как бы цветы, и, как говорится, соседствующие в горшках, да, как бы, то есть садовые и полевые, и лесные, да, как бы, то есть тогда, когда мы комплементарно складываем разные цветы, но у них есть определенная логика, они исключительно подходят друг к другу. Когда вы сомневаетесь в том, а то ли вы делаете, туда ли вы идете, четко ли вы для себя совершенно определяете, да, как бы органику вашего маленького букетика, проанализируйте, когда цветут те цветочки, да, как бы, малыши, которые вы используете. И самое главное, где они цветут, да, посмотрите, маленький душистый горошек, колокольчик, ромашечка, да, как бы, то есть маленькие миниатюрные незабудки. В принципе, такие цветы цветут и на поле, и в саду, да, как бы, и вот они, в общем и целом, идеально соединяются, сочетаются друг с другом. То есть такой вот маленький полевой букетик, да, как бы, он невероятно красивый, да, и вот вам, пожалуйста, да, как бы, то есть маленький анализ, цветет ли это рядом, да, как бы, могу ли я соединить это вместе. Посмотрите, опять же, да, вот здесь лежат три букетика. Что мы с вами видим? Огромных роз никогда в этих букетиках не бывает. Всегда такая миниатюра, больше напоминающая нам некий шиповник даже, да, как бы, ну, или бы малюсенькие бутонные розочки. Смотрите, как здорово переплетено. Фиалка, василек, ромашка, да, как бы, в общем и целом, полевые цветы. А дальше к маленьким розочкам прибавлено, что фиалка, маленькая аптечная ромашка, да, как бы, и такие-таки, там, незабудочные, такие смешные маленькие цветочки. Тоже логично, конечно, тоже логично. Роза не выпирает, она может быть одна в маленьком букете, или их может быть две, но они очень миниатюрные. И, соответственно, видите, как тоже лаконично складывается все в единое целое. Вот вам, пожалуйста, да, как бы, опять же, клевер, купавна, да, и еще какой-то там маленький посерединке миниатюрный цветочек, в общем и целом, напоминающий маленький-маленький нарциссик. Во своем саду вы найдете такие цветы? Конечно же, да. Соединяются они вместе? Конечно же, да. Они периода цветения одного. Вот и вам весь ответ, да, очень легко подобрать для себя красивые органичные цветы для изготовления чего-то очень интересного. Вот, пожалуйста, да, вам какое, посмотрите, благоухание невероятное. Японцы делают в том числе и интерьерные вариации каких-то украшений из таких цветов. И здесь это могут быть и красивые кольца для салфеток, это могут быть настенные композиции на кухню, например, или в гостиную. То есть очень много вариантов именно использования маленьких цветочков, да, как бы вот есть и существует. Я думаю, что вы мне и сами еще назовете огромное количество каких-то интересных форматов, о которых я забыла вам сказать, а вы вспомните. Поэтому сегодня мне вот хочется, да, чтобы вы посмотрели на это и действительно как бы для себя поняли, что это целый увлекательный мир, это целое огромное такое вот отцветвление как бы, да, в цветах из ткани именно как бы миниатюрные букетики, миниатюрные цветы. Я в свое время, когда работала над проектом Анны Каренина, использовала прямо буквально механику изготовления подобных букетов и из этих цветов лиан длинных, именно работала как японцы, потому что что делают японцы? они никогда не составляют один букетик. Они берут, я уже, наверное, говорила, но еще раз повторюсь, потому что это очень интересный факт и здесь он в наш эфир прямо вписывается исключительно как такой маленький лайфхак. Они делают несколько десятков цветочков сразу. Вот, например, там ромашек может быть 15-20, маленьких розочек точно так же, а там незабудочек вообще 30-40 может быть, да, как бы какого-то яблоньего цвета там еще там десяточек, 15 штук. То есть как бы каких-то мархатцев, там маргариточек тоже там 10-15 штучек. То есть это изготавливается все быстро, потому что это называется конвейерный метод. Тогда, когда мы с вами подходим к изготовлению цветов именно как бы с момента, как бы я хочу собрать много букетиков, да, и вот я использовала это на Анне Карениной, мне это безумно помогло, потому что я делала цветы сотнями. А я для себя брала самые простейшие технологии изготовления, унифицировала их до нельзя, использовала, например, исключительно готовые тычинки для создания серединок, цветов. И здесь мы можем с вами тоже поиграть. Вообще, как бы маленькие бетонические цветы переводятся тоже в вечерние. Это очень интересно благодаря разнообразным материалам, но об этом как раз-таки буду рассказывать нашим участникам в клубе. И вот я таким образом шла, делая большую работу. Маленькие цветы делаются просто, а собираются потом тоже достаточно быстро. И у вас результативность вашего труда, она вот КПД, скажем так, как бы она очень высокая в силу того, что мы можем с вами там, знаете, как бы скажем так, вот за 4-5 дня, 5 дней сделать, например, там 10-15 букетиков очаровательных, совершенно прям бесподобных абсолютно. Они все будут разные, потому что вы можете использовать кусочки ткани, которые я всегда рекомендую не выбрасывать, потому что для незабудок, например, нет смысла использовать ткани, прям красить какие-то, да, как бы брать японскую ткань и рушить ее для маленьких цветов. Лучше прям вот буквально, когда вы вырезаете какие-то розы, там фантазийные цветы или даже листики какие-то вырезаете, копите обрезки, да, там если у вас остается там сантиметр на сантиметр ткань какая-то, да, режете квадратиком и прям складываете в какую-нибудь маленькую коробочку. Вы потом как найдете. Из этого можно делать необыкновенно красивые маленькие незабудки, разноцветные, и, соответственно, вкраплять их вот в такие маленькие букеты. То есть как бы эти цветы интересны тем, что вы как бы наслаиваете одну работу на другую и потом в творческом таком вдохновенном моменте собираете эти цветы с разными дополнениями. Здесь вы видите березовые ивовые веточки, и всевозможные ленточки красивые. Здесь можно пофонтанировать разнообразными идеями для себя, что-то поднабрать интересное и, соответственно, сделать вот ряд, скажем, даже целую коллекцию таких красивых букетиков. Вот мы как раз с вами много говорим о капсульных коллекциях, и вот как раз-таки такие цветы, они как раз-таки для этих капсульных коллекций подходят. Вот сегодня мне хотелось с вами поделиться такими очаровательными, эффектными, интересными цветочками. Надеюсь, что-то для вас было полезно узнать, потому что, действительно, здесь много есть маленьких секретов, но это действительно безумно интересный мир, в котором вы можете очень, скажем так, эффективно проявляться как мастер и невозможно оторваться. Вы всегда будете влюблены в эти маленькие цветы. Я долго не делаю зачастую такую миниатюру, но потом, когда погружаюсь в это, я просто счастлива, невероятно, и поэтому я со своими замечательными участниками нашего Silk Flora Club буду с огромным удовольствием делать этих малышей и маленькие ромашки, всевозможные там какие-то фиалочки, они эти на глазки, у нас заявлено много, но вы сами понимаете, описать все невозможно, полагаю, что мы будем не один клуб делать даже эту миниатюру, потому что она разнообразная, о ней много можно рассказывать, она великолепная, совершенно, и мы таки с вами научимся делать большой спектр вот таких очаровательных цветов, которые сами могут служить украшением и быть дополнением к нашим крупным цветам в неких эффектных композициях. На всем с вами прощаюсь, задавайте вопросы под этим эфиром, если вам что-то будет интересно, будем благодарны, если напишите свои отзывы, как вы любите ли маленькие цветы, вообще, как вы на них смотрите, какие ваши самые любимые, потому что у каждого это свои формы, но они все бесконечно прекрасны.